Всем привет! Вы на канале Сергея Кончаренко. Сегодня у нас распаковка вот такой вот посылки. И небольшой обзор, наверное, это монитор Philips 27 дюймов. И это бюджетный вариант, который могут позволить себе, наверное, многие. И давайте разбираться, что это за монитор. Потому что в сети я практически не нашел по нему никаких внятных распаковок, обзоров. Там буквально несколько статей и пару штук видео и больше ничего. Давайте же смотреть ближе. И я скажу, почему я решил купить такой вот монитор. Первое, почему я хотел покупать данный монитор. У меня достаточно старый. Вот здесь вот он установлен. Я постараюсь вам вместе их сравнить по размеру. У меня достаточно старый монитор LG 23 дюйма. Там чистые 23,6 дюйма получается. И он еще на ТН-матрице. А работаю часто с видеороликами, работаю с изображением. Ну, как бы было бы приемлемо и лучше, если бы я использовал IPS-экран или дисплей. IPS-дисплей. И вот поэтому я решил взять новый монитор. Ну, по крайней мере, попробовать, что из этого получится. Итак, первое, что мне нужно было, чтобы это был IPS-дисплей. Второе, это недорогой бюджетник. Стоимость данного монитора 200 баксов. 27-я диагональ IPS-дисплей 200 долларов. Соотношение, в принципе, как неплохое. Обязательно Full HD разрешение, потому что, ну, 2К. У меня железо не самое топовое, не самое новое. Поэтому 2К и 4К я пока брать не собирался и не хотел, потому что железо может не потянуть. И, ну, не знаю, я пока рассчитываю, что 27 дюймов это как раз предел для Full HD. А 2К, это нужно немножечко побольше монитор брать. 4К там, к примеру, ну, еще чуть больше. То есть, примерно, мои понятия, по крайней мере, примерно такие же. Как будет дальше, мы посмотрим. Потому что я, по крайней мере, там, где я проживаю, в моих областных центрах, я не нашел таких вот мониторов, чтобы посмотреть вживую. Реально посмотреть картинку, посмотреть некоторые варианты. Сейчас продается телевизоров очень много, а мониторов очень мало. По крайней мере, в офлайн-магазинах, чтобы прийти посмотреть, такого нет. И покупал реально по техническим характеристикам. И, вы знаете, отзывов тоже по этому монитору очень мало. Поэтому практически выбирал по описанию. Следующее, что было обязательным при выборе монитора, это функция или технология Flickr Free. Flickr Free. Что это такое? Это у каждого дисплея есть мерцание. Шим, мерцание. Это разница между максимальной и минимальной подсветкой, между включением и выключением, к примеру, подсветки светодиодов в мониторе. И, к примеру, если этот шим есть, это мерцание самого дисплея, вы его глазами не воспринимаете, но мозг ваш его воспринимает. Естественно, некоторым просто-напросто могут глаза быстрее уставать, некоторым абсолютно может быть пофиг. Но многие говорят все равно, что это сказывается хуже на зрении. Так что вот это вот было одним из основных. Дальше, что хотелось бы, чтобы здесь были всевозможные порты. HDMI, DisplayPort и D-Sub или VGA. Что обязательным? Веса еще хотелось, чтобы было крепление, потому что, ну, может быть, какую-то подставку на стол, может быть, крепление на стену. Ну, это все модернизация, это хотелось бы, чтобы было. Ну, и как бонусом, динамики, чтобы были в самом мониторе, так как проводов хочется минимум, фильмы я практически не смотрю. Подключен у меня к нему ноутбук, и звук у меня либо с динамиком ноутбука, что не сильно хороший, или же я слушаю через наушники. Все, теперь разговоров меньше, теперь переходим к распаковке. В комплекте гарантийные талоны. Гарантия дается на данный монитор 24 месяца, по крайней мере, было так указано на сайте. Так, давайте смотреть дальше. Здесь у нас подставочка. Кстати, там есть несколько вариантов монитора. Вот такого вот, это 276-9E. Есть 273-7V или V7. Так вот, там отличие в подставке, отличие в комплекте кабель, который будет идти в комплекте, и отличие блок питания внутренней или внешней. Ну, в принципе, и то более старая модель, это более новая. Разница в цене там, что такого, 20 баксов. Подставка, многие говорят, что она хлипкая, но она внутри металл, сверху пластик. Здесь инструкции и диск. Для того, чтобы все работало хорошо, я думаю, лучше установить будет диск с приложениями. Итак, я не знаю, плюс или минус, конечно же, блок питания здесь внешний. В моем старом мониторе вот здесь вот, там, внутренний, и он пока ни разу меня не подводил. Здесь блок питания внешний, я не знаю, где можно, я думаю, можно будет. 19 Вольт 2 Ампера, фирменный Филипс. Единственное напрягает, что длина шнура здесь всего-то, вместе с блоком питания, 1 метр. И капель силовой питания где-то тоже, наверное, метр или метр. Ну, здесь метр, чуть больше метра. Итого мы получаем где-то 2,2 метра. Дальше в комплекте есть у нас HDMI длиной в 2 метра здесь. И джек-джек, со мной и с другой стороны. Так, теперь сам монитор. Даже на пенопласте серийные номера, кстати. Упакован он хорошо, но, по крайней мере, доехал без вопросов. Итак, вот он наш монитор. Давайте я сейчас, наверное, установлю подставку, и мы включимся обратно. Итак, вот он наш монитор по устойчивости. Ну, в общем, я скажу, это примерно такой же, как у меня LG. Здесь вообще вопросов никаких не возникает. В принципе, так вроде бы как стоит устойчиво. Если стол дергать, ну, немножко ходит. Здесь, конечно же, с этим ничего не поделаешь. Из фирменных заявленных, что у нас есть ультра-вайт-кулер. Ультра-вайт, короче, IPS-экран. Тонкие рамки. А, да, конечно, приятный бонус, что это в последних моделях делает тонкие рамки. Они здесь, смотрите, действительно, ну, я не знаю, миллиметра где-то. 2-3 миллиметра буквально тонкие рамки здесь не указано. Low Blue Mode, то есть синий вредный свет. Фильтрует Flicker Free. Обязательно AMD FreeSync. Те, кто использует графику от AMD, будут этим довольны. Smart Control и 2 динамика по 3 Вт. Внизу у нас еще есть джойстик. Давайте тыльную сторону посмотрим. Здесь у нас DisplayPort, HDMI. Это крепление. VGA, DSAP, вход-выход под наушники или под еще динамики и кабель питания. А внизу вот джойстики, разъемы или сеточка под 2 динамика. Крепление WESA есть. Покрытие. Глянец, да? Да, глянец. Сейчас я его подключу. Включу сам монитор и посмотрим, что он из себя представляет. Итак, смотрите, что мы получаем сейчас по нашему монитору. Вот вся картинка. Давайте смотреть. Рамки, когда включаешь, рамки, конечно же, видно больше. Но если будет темный фон, темная окантовка, вот смотрите, здесь они практически незаметны. Заметны только на светлых частях. Итого у нас где-то получается 4-5 мм рамка. Причем, ну, действительно, это маленькая. Так что, в принципе, хорошо. Управляется джойстиком. Джойстик находится на отельной стороне. Для примера я показал вам картинку. Сейчас включил картинку. Что из функционала? Имеется функционал, конечно, достаточно обширный, но не все пока знаю, что и где. То есть мы можем изначально выбрать, какой порт у нас будет подключен, выход. Выбрать настройку громкости изначально. И режимы, которые здесь заложены. И плюс можно самому подстроить. Или вход в меню. Режим Love Blue Light. Вот как вы видите. Синий свет немножко приглушает. Картинка становится более теплой. Выключено. Включено. Выключено. Включено. Дальше у нас идет разъем. Изображение. Здесь мы можем откорректировать изображение. Яркость, контрастность и резкость. Регулируйте то, как вам нравится. Автор реагирование. Вот это вот пока я не знаю. Умный контраст. Можно включить. Пока дальше гамма. Ну, где-то вот это как раз 2.2. Может быть 2.4. Кто какую картинку любит. Вращение пикселей пока тоже еще не знаю. Аудио. Мы можем включить, откуда будет идти. И громкость. И по цветовой температуре. Вот это вот, конечно, интересный вариант. Смотрите. Цветовая температура. Вы сами можете изменять. Native выставляете. Или же по цветовой температуре. 5000 кельвинов, 6500, 7500, ну и так далее. То есть, от самой теплой до самых холодных оттенков. Ну, не знаю. Мне, конечно, больше нравится. Ну, или Native. Можно что-то, знаете, как бы, может быть ближе к натуральному. Или нейтральной. И, не знаю, ну вот 5000 или 6500. Вот это что-то вот самое интересное. Дальше можно SRGB установить. Видите, да, как картинка немножечко изменяется. И особый, то есть, выставить красный, зеленый, синий по вашему предпочтению. Ну, и язык, естественно. Это что касается функционала. Настройка меню и настройка самого. Да, здесь больше ничего такого интересного нет. Это все, что касается картинки самого монитора. Вот так вот, наверное, будет немножечко поинтереснее, поприкольнее. И смотрится еще, честно говоря, круче. Так вот, картинка действительно классная. И мне пока нравится. Мне не с чем сравнивать с какими-то другими мониторами. С IPS-мониторами. Да, я видел буквально один, два, три, пять мониторов. Но я не сидел рядом этот монитор и еще какой-нибудь второй. Поэтому с чем-то сравнивать пока не могу. По поводу звучания. Оно есть и оно, я бы сказал, на уровне недорогого ноутбука. Два динамика по три ватта. Ожидал чуть-чуть большего. Но, в принципе, если какие-то простые ролики, если музыку там, к примеру, может быть, и не сильно интересно будет слушать, а посмотреть какие-то видеоролики, разговорные видео, подкасты, в принципе, вот звука, я думаю, будет достаточно. Можно даже и на фильм, вполне адекватно можно. Помимо этого, ну, никто не мешает вам подключить колонки. Ну и также здесь еще подставка позволяет регулировать угол наклона. Там от 5 можно вот таким вот образом приподнять. Смотрите, здесь достаточно большой угол. И вниз. Вверх, если я не ошибаюсь, можно до 20 градусов, здесь до 5 градусов. Вот такой вот обширный. Ну, это большинство таких мониторов, такой угол обзора, точнее, такой угол наклона есть. Вправо-влево он не наклоняется. По подставке, не знаю, там кто говорил, хлипкая. Если сравнивать с моим предыдущим монитором, то, смотрите, они примерно на одном уровне. Может даже вот этот вот Philips, несмотря на то, что он больше, и смотрится сама подставка как-то более хлипко, то он держится или одинаково, или даже лучше, я так скажу. Так, ну и смотрите, разница сейчас слева новой 27 дюймов. Это вот здесь вот Philips. И с правой стороны у нас это мой старый LG 23 дюйма. Ну, там 23,6 у него, честно, получается. Что мы имеем? Ну, во-первых, разница в размере бросается. Подставка немного выше. Это два, то, что внешне сейчас бросается. Третье, это рамки. Посмотрите, какие аккуратные Philips и какие огромные LG. Цвет-то передача. И смотрите, здесь разница колоссальная. Я думаю, это немножечко выровнять, немножко подровнять можно будет. Видеоролик идет один и тот же. Правда, не синхронизирован, потому что у меня нет возможности подключить одновременно к одному источнику два устройства, два монитора. Поэтому включен на одном ноутбуке, на втором ноутбуке, на разных мониторах один и тот же видеоролик. И, к примеру, смотрите, разница в картинке, ну, значительная. Здесь более зеленая на LG, на Philips более теплая. Я больше, конечно же, приверженец, наверное, чуть-чуть более теплых оттенков. Они и на глаз интереснее, и приемлемее на глаз. И, во-первых, смотрите, еще огромная разница по контрастности, насыщенности и яркости. Не знаю, но от монитора LG яркость указана больше, чем в мониторе Philips. Но по настройкам и здесь 100% яркость, и здесь 100% яркость. Показатель контрастности и гамма примерно на одном же уровне, по центру. Ну, и смотрите, разница существенная. Мне причем больше нравится картинка в Philips. Не знаю, как вам. Ну, и это IPS, конечно же, матрица в Philips, и в LG это TN матрица. Ну, и вдруг вы еще не перешли на IPS-монитор, а используйте TN. Вот, смотрите, еще один вам повод перейти на IPS. Слева вы видите IPS-монитор, справа TN. Как вам угол обзора? Я понимаю, что таких случаев может быть редко. Если вы сидите за ПК, то будете в основном сидеть ровно. Когда вы сидите ровно, то, в принципе, примерно вот такую картинку вы видите. Но если немножечко выше подняться, то разница здесь будет примерно такой же цвет, а здесь, как вы видите, более светлый уходить. Если выровнять, то изображение такое вот. Дальше, если мы пойдем под углом смотреть, то изображение здесь примерно в Philips остается такое же, а исключение в TN это то, что они становятся желтыми, желтые оттенки. Если включить полностью белый цвет, это можно будет хорошо заметить. Итак, смотрите под углом Philips, как показывает, и как под углом показывает LG. Немножко выравниваемся, и оле нормальная картинка. Уходим и смотрим под угол, видим совсем другую картинку. Это не очень экстремальные углы, а картинка желтеет. Здесь же такого огромного эффекта нет. может быть, конечно, небольшой есть, но разница реально колоссальная. IPS действительно имеет большую, огромную разницу. Я вот не сильно в это верил, но теперь, ну как не сильно верил, я не мог это проверить, а сейчас я понимаю, что разница огромная. Видите, настолько картинка остается практически неизменная по сравнению с TN-матрицей. Получается, разница достаточно огромная. Смотрите, вот на монитор с IPS-экранами и на монитор с обычным, обычной TN. Посмотрите, обратите внимание, цвета и как постепенно меняется частота, кадры, мерцание. Может, я где-то что-то неправ, если я в чем-то неправ, можете меня поправить, но, как вы видите, разница действительно есть. И сейчас я могу вам показать хороший пример того, какое мерцание есть в моем смартфоне. Например, сейчас подкрутим выдержку и обратите внимание на полосы на экране самого смартфона. Вот в таком качестве вы можете увидеть точно такой же и на мониторе, и на смартфоне, и на TV ваших устройств. Вот таким вот образом это все можно проверить. И хочу сказать также, что глаза это не очень хорошо воспринимает, и ваш мозг точно так же не очень хорошо это все воспринимает. Теперь смотрите на старом мониторе поэтапно будем уменьшать яркость. При 100% ничего не было. Вот при 77% уже есть, как вы видите, мерцание, давайте чуть поднимем, посмотрим. 80% есть еще, 90% еще есть, и только при максимальных значениях она пропадает. Естественно, на максимуме не всегда комфортно, и вот если сбавлять, сбавлять, избавлять до 50%, как вы видите, существенные полосы идут уже. Еще немножечко убираем до 30%, очень хорошо все заметно и видно. Еще сбавляем до 10%, как вы видите, все очень плохо. И таким монитором относительно безболезненно нужно будет пользоваться на максимальной яркости на 100%. И таким монитором я пользовался очень долго еще на стационарном ПК, но дальше пошли у меня ноутбуки, там вроде бы с этим проблем меньше, такого вот нет, но в действительности как вы видите это действительно реальная проблема и не очень хорошо это все я вам так могу сказать. Ну еще разок на примере картинки с идентичной картинки статической с максимальной яркостью. Максимальная яркость и на том и на том мониторе, но как мы видим ярче получается монитор Philips. Может быть конечно не колоссальное значение, но это видно и глазами и это видно на камере. И давайте сделаем 50%, потому что в тюменном помещении чаще всего будет использоваться примерно такая яркость, а может быть даже немножечко меньше. А вот вам результат 50% на одном и на втором мониторе. Обратите внимание как мы видим уже здесь искажается и цветопередача немного и такое мерцание или зелено-желтые полосы идут по TN матрице по StarM монитору LG. Вот это получается у нас вся разница. Можем пройтись также сразу по выдержке. Давайте выдержку постепенно еще будем увеличивать. Причем на IPS я ни при какой выдержке не замечаю ничего плохого. Никаких таких полос нет. А на TN матрице конечно же все становится более печально. Если выдержку конечно же поставить минимальную то мы вряд ли это все будем замечать. Давайте вот относительно приемлемая выдержка когда вроде бы как ничего не заметно. При такой выдержке не заметно нигде не мерцать ничего. Так ну наверное с такими экспериментами я думаю все. И хотел бы спросить вашего мнения по вашему опыту работы если вы работали с TN матрицей матрицей с TN дисплеем перешли на монитор с IPS дисплеем и чувствовали вы или какую разницу в хорошую или плохую сторону чувствовали ли вы вот мерцание было именно такое либо были цветные полосы могли быть еще черные полосы они могли быстро бегать медленно бегать вот влияло ли это как-то на ваши глаза на восприятие картинки в целом и на усталость могли вы ли долго работать там как-нибудь уставали глаза может быть какой-то дискомфорт был при использовании одного а потом второго монитора вот интересно просто мнение при переходе с одного монитора на второй реально ли это влияет или нет ну вот это наверное и все что я хотел показать вам по данному монитору есть ли какие-либо вопросы у вас еще остались если хотите что-нибудь узнать по данному монитору можете задавать пока первое впечатление у меня только положительное внешне он не нравится по цветам он мне нравится габариты вообще существенный сам дисплей отличается от моего старого картинка отличается от старого вы обзора значительно отличается от моего старого я пока приятно удивлен кто беспокоится видны ли пиксели пиксели будут видны если вы будете рассматривать расстояние там 30 сантиметров если вы уже отодвигаетесь на расстояние больше 50 сантиметров этого абсолютно незаметно обычно как работают работают на расстоянии вытянутой руки то есть соответственно вот у вас мышь вот таким вот образом вы работаете естественно получается расстояние вытянутой руки на расстоянии вытянутой реке пиксели незаметны, надо реально присматриваться, вот так примерно присматриваться вот так вот они уже реально заметны а вот так вот нет и в этом проблему я честно говоря не вижу может у кого-то там зрение 120-150 или 200%, то у нас там супер глазастый, там конечно может быть он увидит и с расстояния одного или двух метров а с расстояния вытянуть руки пожалуйста, все отлично никаких пикселей не видать, по данному ролику у меня в принципе все, всем кому этот обзор распаковка, первое впечатление понравилось, ставьте лайки подписывайтесь на мой первый канал на мой второй канал, там выходит много интересных видеороликов, делитесь этим видео с друзьями знакомыми, близкими, ну те кто выбирает себе монитор или те кто не знает хотя бы в принципе разница между IPS и Kian матрицами этот видеоролик может быть полезным или просто-напросто интересным ну и всем спасибо за просмотр всем пока, до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok